Основная задача дорожников на сегодня – успеть положить асфальт до наступления холодов. В противном случае качество дорожного полотна может серьезно пострадать. Уже разработан новый, более жесткий график. При его успешном выполнении основные работы закончат в начале ноября. Он на сегодняшний день выполняется. Вы видите, что мы практически закончили отсыпку скальным грунтом, практически закончили выравнивание профиля поперечного, то есть уширение дорог. И приступили к регенерации. Один участок с регенерацией, 600 меров уже прошли. Приступили к асфальтированию. По сообщению Сергея Киселева, скоро начнут асфальтировать второй участок дороги. Каких-либо сбоев при реконструкции пока не возникает. Единственное, есть сложности с поставкой столбов освещения. Их изготавливают в Башкортостане, поэтому в Тагил столбы доставят в начале октября. На сегодняшний день открыт проезд для частного транспорта, но в скором времени дорогу закроют полностью. Когда мы не сможем обойтись без закрытия, будут перекрыты движения, в том числе с помощью гибриды полностью. Сейчас пока сложно, но работать нужно. По сообщению генподрядчика увеличено количество проверок почти вдвое. Также постоянно осуществляется лабораторный контроль качества покрытия. На дорогу дают даже гарантию 4 года. Городскую администрацию, судя по всему, такие сроки устраивают. Дороги разных категорий имеют разные сроки гарантии. То есть, что такое гарантия? Это межсезоние. Срок от одного ремонта до другого. Дают 4 года. Дорога на балансе области, управление автомобилями дорог Свердловской области. Если они дают 4 года, хорошо, после 4 лет делают капитальный ремонт без остановки движения. Мы на это всегда согласны, чтобы у нас новое полотно без ямы, без рытвины на въезд в Нижний Тагил. Все второстепенные работы, такие как установка шумозащитных экранов и освещение, планируют.